Доброе утро! Мы рады начать этот день с вами. Это телеканал ОРТ Новости дня. В студии Михаил Карин. Спонсор программы Оренбургский удостоверяющий центр. Успеете обновить свою кассу до 1 января 2019 года под новый формат фискальных данных и ставку НДС 20%. Телефон в Оренбурге 77 10 10. И к новостям. Сегодня в колонном зале Дома Советов состоится заседание законодательного собрания. Ожидается чтение проекта областного бюджета. Депутаты рассмотрят главный финансовый документ Оренбуржья на 2019 год. Всего на обсуждении вынесено 25 вопросов. Депутаты также внесут поправки в законы об энергосбережении, о промышленной политике, об образовании. Будет утвержден новый состав молодежного парламента Оренбургской области. Избраны представители в квалификационную комиссию при адвокатской палате. Целый ряд региональных законов намечено привести в соответствие с федеральными нормами. Среди них об объектах культурного наследия народов Российской Федерации и о порядке предоставления жилых помещений гражданам, уволенным с военной службы. Лучшие педагоги дополнительного образования. Всероссийский конкурс «Сердце отдают детям» подвел итоги. Соревнования шли на протяжении четырех дней. Более 60 учителей со всей страны доказывали свое мастерство. На площадке работала и наша съемочная группа. Кто защищал честь Оренбурга и какие регионы больше всего покорили жюри. Все подробности далее. Одина Калеева уже более 10 лет открывает для детей мир волейбола. Ее воспитанница – кандидаты и мастера спорта. Становились и чемпионами области. На конкурсе приходится работать с незнакомыми детьми. Тренер признается, подготовка шла долго и упорно. И если с практикой трудностей не возникало, теоретическую базу пришлось серьезно обновить. Ты не будешь видеть минусов, если ты любишь детей. Только любовь к своим детям, к своим воспитанницам, только через любовь можно и выиграть. И всех-всех-всех высот достигнут. И самое главное, если будет взаимопонимание – ребенок, родитель, тренер. Одновременно работа конкурса идет на четырех площадках. Одна из самых зрелищных в ДКТРЗ. Номинация «Художественная». Лучшие педагоги России приготовили для оренбургских школьников мастер-классы, выставки и даже сказочные этнопутешествия. Еще одна номинация «Социально-педагогическая». Эти люди точно знают, как сплотить коллектив и что поможет детям адаптироваться в новых условиях. Неудивительно, что эта группа конкурсантов – одна из самых молодых. Михаил Савельев из Челябинска вместе с детьми изучает народные настольные игры. В арсенале авторские кейсы и новый взгляд на предметы прошлого. Доказательство тому – открыть советский чемодан дети 21 века смогли только с помощью взрослых. Самое сложное – побороть себя в первую очередь. Нужно владеть собой, быть очень уверенным в себе. Педагогу это обязательно, потому что дети чувствуют это очень хорошо. Тем более возрастная категория, с которой я работаю – это 12-18 лет. Ежедневно отдают сердце детям тысячи педагогов дополнительного образования. Из них только 60 вошли в список лучших по России. Какой регион станет столицей конкурса? И кто из участников заберет титул абсолютного победителя? Наш телеканал продолжает следить за развитием событий. Итоги в ближайших выпусках. Алина Волохова, Владислав Горбунов. Новости дня. Еще один добрый волшебник исполнил мечту особенного ребенка. Свой заветный подарок сегодня получил Тимур Искандаров. Мы рассказывали об этом удивительном мальчике. Каждый день он борется с болезнью. В первый год жизни ребенку поставили диагноз – ДЦП. О том, какой сюрприз ждал Тимура под новогодней елкой, расскажет Анастасия Синченкова. Неуверенные шаги к новогодней елке. Десятилетний Тимур верит. Добрый волшебник осуществит его мечту. Мальчик мечтает об игрушечной и стиральной машине. Это сокровенное желание он загадал вместе с нашим телеканалом. Стиральная машина. Классно. Чего нужно сказать? Мальчик. С лица Тимура нисходит улыбка. Он не может отвести взгляд от новой игрушки и с восторгом узнает все ее функции. Подарк для мальчика в студии ОРТ оставил добрый волшебник. Своё имя он решил оставить в секрете и наблюдал за искренней радостью ребенка со стороны. Тимур каждый день доказывает, только огромная работа над собой приведет к победе над болезнью. Мальчик родился недоношенный и свой первый год жизни провел в больницах. Тогда врачи поставили диагноз – ДЦП. Долгое время он не мог говорить, свое первое слово произнес только в три года. В свои десять перенес две серьезные операции. Именно они помогли малышу встать на ноги. Теперь долгая реабилитация. Сквозь боль и слезы он продолжает занятия. Верит в чудо, что в мире есть место для искренних людей и добрых поступков. Именно поэтому Тимур загадал волшебнику самое сокровенное желание. Этот новогодний подарок заставляет даже взрослых поверить, что чудеса действительно случаются. Очень приятно, что вы сделали такой подарок в преддверии нашего новогоднего праздника. Получать от людей добро такое очень приятно. Мы очень благодарны. Особенно Тимур, я думаю, будет очень рад. Спасибо вам большое. Своего волшебника ждут и другие особенные дети. Среди них и 8-летний Арсений. На Новый год он мечтает получить синтезатор. В два года врачи поставили ему диагноз – аутизм. Теперь он не разговаривает и не общается со сверстниками. Только музыка может передать настроение мальчика. Сделать ребенка счастливым может любой неравнодушный оренбуржец. Все подробности акции на нашем официальном сайте media56.ru, а также по телефону редакции. Анастасия Синченкова, Мария Карапец, Владислав Гурбунов и Виктор Яковлев. Новости дня. К новостям спорта. Сегодня состоится заключительный в 2018 году домашний матч баскетбольного клуба «Надежда». Желтобордовые сыграют с действующим чемпионом Италии «Фамила». Наши сегодняшние соперники – шестикратные обладатели Кубка Италии, четырехкратные чемпионы Италии, трехкратные обладатели Суперкубка Италии, двукратные обладатели Кубка Ранкетти. Кроме того, в 2008 году итальянки выиграли Кубок Европы. Матч предстоит напряженный. С клубом из города Скио «Надежда» встречалась не раз. Так, в сезоне 2007-2008 оренбургские баскетболистки потерпели поражение на выезде, затем одержали домашнюю победу. В сезоне 2010-2012 уже в рамках группового этапа Евролиги «Надежда», выиграв дома, уступила в гостевом матче. Сегодняшний матч пройдет в СКК Оренбуржье. Пока это все новости, очень скоро мои коллеги продолжат рассказывать о главных событиях Оренбуржья. Напомню, спонсор программы – Оренбургский удостоверяющий центр. Успейте обновить свою кассу до 1 января 2019 года под новый формат фискальных данных и ставку НДС 20%. Телефон в Оренбурге – 77-10-10. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин